Время новостей на телеканале Актиз в студии Мария Батчина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. В Христос Воскресе ангарские христиане отметили православную пасху. Урок служения Отечеством кадеты одной из местных школ встретились с участником специальной военной операции. Опыт поколений в России свой профессиональный праздник отмечают ветераны органов внутренних дел. А теперь обо всем подробнее. Более 2 млрд. рублей выделят из федерального бюджета на расселение ветхого жилья в Иркутской области. Эти средства рассчитаны на два года. По ворочению губернатора Игоря Кобзева контракты должны заключить до 1 июня. Сообщается, что деньги распределят на семь муниципальных образований. С учетом областного софинансирования этого хватит на то, чтобы расселить 24 тысячи квадратных метров жилья. В минувшие выходные православные христиане отмечали Пасху. В ночь перед сотней верующих ангарчан посетили Свято-Троицкий кафедральный собор, чтобы отстоять праздничную службу и пройтись с торжественным шествием в Куресном ходе. С места пасхального богослужения телекомпания «Актис» вела прямую трансляцию. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Анастасия Москаленко. Приближается светлый праздник Пасха. В Свято-Троицком кафедральном соборе Ангарска верующие собираются на ночное богослужение. И уже совсем скоро православные поприветствуют друг друга радостным «Христос воскресе!». В ответ услышат «Воистину воскресе!». Ближе к полуночи храм наполнился прихожанами. Начинается пасхальная служба. Во время нее в церкви царит полумрак. Он символизирует переход от темноты язычества к христианству, живописно оттеняя свет воскресения Христова. Именно поэтому крестный ход начинается в темном храме, освященном лишь горящими в руках людей свечами. Под торжественный звон колоколов люди из храма выходят на улицу. Священнослужители и прихожане неторопливо обходят церковь, держа в руках свечу и напевая священные слова. В праздничном шествии православные несут в руках иконы, хоругви и другие святыни. Слава Господа! И прося у него милости и благодатной поддержки. Крестный ход возвращается в храм, уже полностью освященный. Начинается заутренняя и литургия. Храм наполняется светом, начинается светлое пасхание утреннее, которое начинается задолго до рассвета. В храме в эту ночь многолюдно верующие с молитвой встречают главный христианский праздник. Разделить радость наступления Пасхи могли и зрители телеканала «Актиз». Пятая камера в эфире, шестая готовится. Шестая в эфире. Эксклюзивные кадры из алтаря, которые обычно скрыты от глаз верующих, присутствующих в храме, зрители смогли увидеть в прямом эфире. Почти четыре часа длилась трансляция. Посмотреть ее можно на сайте actistv.ru. Добавлю, что пасхальные торжества продлятся всю неделю. Спасибо, что были с нами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин. Местное время. В преддверии Светлой Пасхи в Ангарске прошел вкусный мастер-класс. Его организаторами выступило Муниципальное управление образования. Вместе с работниками столовой школьники учились готовить традиционные блюда праздничного стола, куличи и другие угощения. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. На столах творог, яйца и сахар. Сегодня ученики школы номер 19 пришли в столовую не только пообедать, но и попробовать себя в роли поваров. Для них организован мастер-класс по приготовлению кулича и творожного пудинга. Это одни из главных атрибутов пасхального праздника. И вот сегодня в школе номер 19 проводится мастер-класс по приготовлению куличей, пасхальных куличей. Вот вы все это увидите и поймете, как довольны дети и родители. Вот сейчас это уже третья школа, в которой проходит эта акция. Разные мастер-классы. В 36-й школе задействовали даже Роспотребнадзор. Люди идут навстречу, они тоже заинтересованы в качестве питания. Где родителям было рассказано. И вот сейчас по окончанию мастер-класса я с родителями тоже расскажу им, по каким нормам и как мы проверяем школьное питание. Вечный спор на кухне для этих ребят заканчивается в ничью. Месить тесто для пасхальных куличей получается одинаково ловко у всех. Тем более, что рецепт достаточно прост. Не обходится и без креатива. Каждый школьник добавил в свое блюдо некую изюминку. Кто-то украсил его специальной посыпкой, а кто-то добавил внутрь вкусную начинку. Мы сегодня готовили пудинг творожный. Мы немножко его обыграли. Это блюдо у нас есть в меню. Мы готовим его по технологическим картам. Творожное. Но сегодня мы немножко с детьми креативили. Добавили туда немножко изюма, украшений. И сделали индивидуально каждому, чтобы вот такой предпраздничный тоже. Домой понесут эти гостинцы родителям. Последний и самый важный момент мастер-класса – это, конечно же, духовка. Именно туда отправляются все гастрономические шедевры. Время выпекания бежит незаметно. Буквально несколько минут, и юные повара начинают дегустацию. И, судя по довольным лицам школьников, блюдо удалось. Наталья Хмелева, Александр Черник. Местное время. Тем временем на телеканале «Актис» продолжается традиционный проект «Пасхальная роспись». Это конкурс для сплочения семьи и дружных коллективов, которые чтят добрые традиции. Еще один православный мастер-класс провели в детском саду номер 76. Воспитанники занимались изготовлением пасхальных сувениров. Подробности далее. Изготовление пасхальных яиц – добрая многовековая традиция. Увлечены ее взрослые и дети. Причем с каждым годом количество техник декорирования главного атрибута праздника только растет. Аппликация – один из самых простых способов, доступных даже самым маленьким творцам-дошколятам. Ну что, мне нравится делать яйца пасхальные. Фантазия воспитанников детского сада номер 76 не знала границ. И они с огромным энтузиазмом воплощали свои идеи. Каждая работа – словно маленький шедевр. Процесс настолько увлек малышей, что они не хотели прерываться. Воспитанники решили на этом мастер-классе не останавливаться. На протяжении всей пасхальной недели проведут и другие занятия. Украсят кабинеты, соответственно, с тематикой праздника, организуют ярмарку и конкурсы. Здесь дети творчески раскрываются. Мало того, когда они креативят, они еще и выражают свои эмоции при этом. И стараются у кого лучше, у кого интереснее. Для малышей этот мастер-класс запомнится надолго. Ведь они стали участниками телепроекта «Пасхальная роспись». Творческий конкурс поддержали крупные предприятия нашего города. В их числе торговая марка «Марчук». Для нас, как для компании, которая производит продукты питания, для семьи, для того, чтобы их готовили дома, чтобы они были вкусные, очень важны семейные ценности. И как-то для нас это было очень интересно и очень важно поддержать именно такой проект, который нацелен на семью, на поддержание каких-то таких добрых, так скажем, вечных вещей. 17 апреля стартовало голосование в социальных сетях. В «Одноклассниках» и во ВКонтакте ищите специальный пост аккаунта телеканала «Актис» и ставьте лайк понравившейся фотографии. Пасхальная роспись объединила десятки мастеров, а итоги проекта подведут уже на следующей неделе. Егор Сорокин, Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время. В Ангарском округе сотрудники ГИБДД разбираются во обстоятельствах аварии с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Инцидент произошел накануне. По данным полиции, в дневное время водитель «Тойоты Плац» выезжал со двора и, не убедившись в безопасности маневра, врезался в мотоцикл. Им управлял 17-летний юноша. В результате аварии подростка доставили в больницу. Около 30 призывников из Ангарского округа выехали на сборный пункт в Гончарова. Первая торжественная отправка будущих солдат состоялась сегодня у памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Мэр округа Сергей Петров пожелал юношам и их семьям сил и терпения. Всего по итогам весенней кампании из округа будет призвано около 250 человек. Сегодня участник специальной военной операции и депутат Ангарской окружной думы Денис Ягодзинский встретился с учениками школы номер 39. Напомним, учреждение готовит детей для будущей службы в различных силовых ведомствах. Кадеты задали гостю массу вопросов, а также собрали для бойцов на передовой письма и угощения. Мы стояли в карауле с моим напарником и начал стрелять танк. Этот окоп на передке, он недостаточно глубокий и идет свист, у тебя есть несколько секунд, чтобы как можно ниже вжаться в землю. Ученики девятых классов школы номер 39 сосредоточены. Сегодня у ребят особый гость Денис Ягодзинский. Совсем недавно он вернулся с территории боевых действий. На спецоперацию депутат думы отправился почти полгода назад. Многие из этих мальчишек и девчонок планируют связать свою жизнь с военной службой, защитой отечества. О том, что есть такая профессия, они знают не понаслышке. У кого-то военным был дедушка, у кого-то в армии служил отец. У Лени Пирожкова сейчас в зоне СВО находятся два дяди. Сегодняшняя встреча для мальчика очень важна, как возможность выразить признательность нашим военным. В лице Дениса Васильевича я хочу поблагодарить всех военнослужащих, кто сейчас выполняет свой долг перед отечеством. Спасибо хочу сказать также Денису Васильевичу, что он нам дает такой пример, следовать за ним, его поступкам. Хочу сказать спасибо ему и всем военнослужащим, кто принимает участие сейчас в специальной военной операции. Надо всегда быть на чеку. И случаи, когда на блокпосты заходили ДРГ, нередки, только автомат в сторону вырезают сразу. И это не просто слова, а реальные истории, которые каждый день переживают военнослужащие. И главное, это неравнодушие и сопричастность к важной задаче, которую им приходится выполнять, неся тяготы и лишения. Детские рисунки, письма учащихся в школах или просто жителей Ангарска, они придают колоссальную силу бойцам. Они понимают, что рискуют самым дорогим не напрасно. И то, что их семьи не остались без внимания и поддержки, дает крепкий тыл и возможность выполнить боевую задачу. Школьники поблагодарили Дениса Васильевича за эту встречу. Передали письма и сладкие подарки для бойцов, которые находятся на передовой. Среди несколько дней он снова отправится к боевым товарищам. И те позитивные эмоции, которые удалось получить на родной земле, даже в самые непростые времена, будут согревать и напоминать о доме. Антон Бархатов, Вероника Васильева, Местное время. Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником главного управления МВД по Иркутской области. Напомню, ранее этот пост занимал Геннадий Корниенко. В ноябре 2022 года он перешел на работу в Кемеровскую область. Новому руководителю ведомства 49 лет, является почетным сотрудником МВД. За годы службы прошел путь от сыщика до начальника управления уголовного розыска по Хабаровскому краю. 17 апреля свой праздник отмечают ветераны органов внутренних дел. Это те люди, которые посвятили свою жизнь защите граждан от преступных посягательств. Многие из них по сей день активно участвуют в общественной жизни и приносят пользу стране. Подробности в следующем сюжете. Виктор Мехков, подполковник в отставке, начал свою службу с должности командира взвода отдельного дивизиона ночной милиции. На протяжении трудового периода успел поработать и начальником двух подразделений. Стаж в правоохранительных органах около 20 лет. За годы службы успел приобрести звание, опыт и уважение коллег. У меня есть офицерская струнка во мне. Я носил всегда эту форму, я с уважением сейчас к ней отношусь, я с достоинством и честью. Для меня это не пустое слово, сотрудник органов внутренних дел. Для меня это мое состояние души, для меня это смысл жизни. И я ей посвятил вот эту жизнь. И старался за время служебной деятельности, старался проявлять, улучшить свои качества для того, чтобы людям легче жилось в нашем городе Ангарске. После отставки Виктор Иванович продолжает приходить на работу. Он заведует музеем Ангарского управления МВД, а также входит в актив ветеранской организации. Бывшие сотрудники правоохранительных органов и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой гражданского правосознания, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, участвуют в подготовке молодых сотрудников, передавая им свои знания и опыт. Мы занимаемся своей ветеранской организацией жизнедеятельностью, будем так говорить. У нас на этот счет имеется очень много планов. Там и социальными, и медицинскими, и бытовыми занимаемся. Одно из главных – это работа с молодежью в городе Ангарске. Мы работаем по патриотическому воспитанию наших подрастающих, учащихся школ, студентов, техникумов. В этот день ветераны органов внутренних дел принимают поздравления от коллег, друзей и родственников, проводят праздничные мероприятия и, конечно же, вспоминают тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Желаем мы нашим ветеранам счастья, крепкого здоровья сибирского, чтобы близкие и родные наделяли полной любовью их жизнь, соответственно, мирного неба, ну и поддержки своих коллег и сотрудников органов внутренних дел. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин, Местное время. Спортсмен из Иркутской области Руслан Юршин занял третье место на первенстве России по вольной борьбе. Соревнования проходили в городе Якутске и завершились накануне. В турнире приняли участие около 300 борцов из 40 регионов страны. По итогу состязаний Руслан Юршин получил бронзовую медаль в весовой категории 92 кг, уступив спортсменам из Дагестана и Чувашии. Нашествие динозавров в Ангарске. В городе открылся настоящий парк юрского периода. Это интерактивная выставка хищных и травоядных рептилий. Полномасштабные роботизированные фигуры издают различные звуки, моргают и машут хвостами. Первые посетители уже поделились своими эмоциями с нашей съемочной группой. У жителей Ангарского округа есть возможность посмотреть на старейших обитателей Земли. Словно на машине времени каждый посетитель перенесется в загадочный и до конца неизведанный мир динозавров. А благодаря визуальным и механическим эффектам можно в полной мере прочувствовать всю атмосферу юрского периода. Интересно будет и взрослым, и малышам. Я здесь первый раз. Тут очень классно. Тут классное кино, классные игры, классные динозавры. Очень классно. Рекомендую всем. В первую очередь я попала как в сказку. Потому что вот такого я вообще не видела. В нашем детстве вообще такого не было. И, честно говоря, даже растерялись, куда в первую очередь смотреть, потому что ну просто все так живо. И кажется, что ты оказался в каком-то живой природе. Все так организовано замечательно. Очень понравилась игровая зона. То есть вот если прийти с семьей, с маленькими детьми, с внуками, это просто чудо. Среди экспонатов динозавры разных периодов. От травоядных до хищников. Самые смелые посетители могут заглянуть им в глаза и даже прокатиться верхом. Также в отдельном зале можно посмотреть документальный фильм о рептилиях. Можно прийти на целый день и остаться. Некоторые даже уходят действительно дети с истериками. Даже родители прям уже 8 часов. А как все? Как это закончилось? Быстро. Вот. И мы приехали всего лишь к вам на месяц. Поэтому успевайте, приходите. Будем рады вас всех видеть. Захватывающая выставка примечательна тем, что зарядиться позитивными эмоциями смогут как взрослые, так и дети. А чтобы экскурсия прошла с воодушевлением, гостям предлагают массу интерактивов. Выставка движущихся динозавров расположена во дворце спорта «Ермак» и продлится до 14 мая. Посетить ее можно ежедневно с 10 утра до 8 вечера. И снова в Ангарске. В нашем городе начала работу ярмарка белорусской обуви. Представлена новая весенняя-летняя коллекция для мужчин и женщин. Вся обувь предусмотрена для проблемных ног, а качество проверено временем. Подробности далее. С обновленным ассортиментом в Ангарске начала работать ярмарка белорусской обуви. Ноги, конечно, пошире стали, косточки стали расти. И подобрать обувь трудно. Поэтому нас такая выставка очень выручает. И пришла, и купилась я на весну туфли. Очень удобные, со скидкой. Спасибо вам. Организаторы сделали акцент на летнюю и весеннюю обувь. Качественные материалы, удобная колодка. В этих моделях нога отдыхает. Я хотела для себя найти обувь и летнюю, и зимнюю. Осеннюю у меня уже есть обувь, а летнюю и зимнюю еще пока не было. Вот поэтому я, конечно, купила и летнюю, и зимнюю обувь. И очень довольна. В новой коллекции богатый выбор. Кроссовок, макосин, анатомических тапочек, ботинок и сапог. Вся наша обувь ведет на комфорт, на проблемную ногу, на упирающую косточку, на широкое голенище и на высокий взъем. Здесь вы без труда сможете подобрать себе пару обуви, как мужскую, так и женскую. Размерный ряд женский до 44-го, мужские до 49-го размера. В новой коллекции каждый сможет подобрать свою надежную и комфортную пару. Приходите в кинотеатр «Родина». Ярмарка работает до 30 апреля включительно. Такие новости к этому часу. Далее вас ждет рубрика «Место происшествия». Передаю слово Александру Бучкову и прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Актис». Продолжаем эфир кратким обзором аварии и криминальных новостей. В студии Александр Бучков и это «Место происшествия». Здравствуйте. В Приангаре заместитель главы одного из муниципальных образований подозревается в коррупционном преступлении. С 2018 по 2019 год он возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом. По версии следствия, именно в этот период он получил денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы. Взятка предназначалась для принятия и оплаты фактически невыполненных работ. Речь идет о поставке металлических ограждений для местных школ. Чиновника взяли под домашний арест. Расследование продолжается. Двух женщин из Куйтуна подозревают в контрабанде леса. Как установило следствие, в 2018 году они незаконно экспортировали около 4000 кубометров пиломатериалов – хвойных пород через границу страны. В сговоре с ними участвовал иностранный гражданин. Он занимался поиском людей, у которых приобреталась незаконно заготовленная древесина. В отношении группы подозреваемых возбуждено 6 уголовных дел. Мужчину заключили под стражу. Его сообщницам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В Шелихове местный житель пытался поджечь машину своего оппонента. Конфликт между ними произошел в одном из гаражных кооперативов. Как сообщают в полиции, в ходе ссоры один из них забросил в салон автомобиля неустановленное устройство, вследствие чего произошло возгорание. Водитель не пострадал, а вот машина получила серьезное повреждение. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 62-летний, ранее судимый местный житель. В настоящее время его действиям дается правовая оценка. В канун православной Пасхи в поселке Мурино с Людянского района загорелась часовня. Пламя охватило более 30 квадратных метров. Первыми на место происшествия прибыли пожарные добровольцы. Они сдерживали распространение огня до приезда подразделения МЧС. Спустя час возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Пламя повредило внутреннюю отделку часовни. Трагическое ДТП произошло накануне в Боханском районе. В утреннее время на 61-м километре Александровского тракта столкнулись два автомобиля. В результате случившегося 47-летний водитель Тойоты скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Также в аварии пострадали двое пассажиров Ниссана. Их госпитализировали с различными травмами. Двигался на автомобиле из Иркутска в Бохан на 61-м километре Александровского тракта. Встречный автомобиль потерял. Не справился с освободитель встречного автомобиля. Не справился с управлением. Его начал носить по дороге. Пошел занос к светообразным движениям. Он выскочил на мою полосу движения. Произошло столкновение. В течение минувшей недели на дорогах Иркутской области произошло 46 ДТП. Погибли два человека и почти 70 получили травмы. И на сегодня это все. Увидимся через неделю. Будьте внимательны и берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин